Отопительная печь своими руками. Здравствуйте! Большинство печников делится информацией на YouTube и даже на профильных печных форумах в основном о красоте отопительных печей. Вам скорее всего расскажут, как своими руками шлифовать кирпич, снимать с него фаску, запиливать подвертки и перевалы, как в обязательном порядке использовать пищевую нержавейку при установке печных дверок, расскажут за базальтовый картон, графитовый шнур, алюмосиликатный мат и их обязательное применение при кладке кирпичной печи. Да, это все хорошо, но почему тогда конструкции отопительных печей, которые сегодня кладут, абсолютно не изменились за последние 50-100 лет? Десятки лет назад простолюдины не применяли ничего подобного, но их печи стоят и по сей день. Я это все к тому, что существующие конструкции кирпичных отопительных и не только печей прощают множество ошибок. Выньте любой кирпич или даже несколько из кладки и печь прослужит вам в таком виде еще пару десятков лет и ничего ей не будет. Складывая сегодня печи Кузнецова или более ранние варианты кирпичных конструкций, но используя современные методы и материалы, мы сразу снижаем КПД устройства на 10-20%. Но всем плевать, зато тяга хорошая. Конечно, конструкции нужно пересматривать, но кто же это сделает? Создается устойчивое впечатление, что люди, которых сегодня называют печники, в большинстве своем потребители и барыги, хотя должны быть созидателями. Вместо того, чтобы шагнуть в 21 век, они вступают в гильдии. Или мне показалось. Ну да ладно, поехали. Первое. Нужен ли фундамент для печи? При устройстве фундамента печи необходимо, или хотя бы очень желательно, соблюдать некие правила. А именно, если сама кирпичная печь или ее отдельные элементы, дымовая труба, отопительный щиток и так далее, состоят из более чем 200 кирпичей, или более чем 750 кг, необходимо выполнять кладку на отдельном фундаменте. Далее, если такой фундамент имеется, то он не должен быть перевязан с фундаментом дома. Потом, гидроизоляция между фундаментом и массивом печи обязательно. А еще нельзя перевязывать элементы кладки печи, расположенные на разных фундаментах. Отметим, что эти правила допускаются корректировать, если только проектом учтены все сопутствующие нагрузки. Например, возведение стен дома и печи на едином фундаменте типа монолитная плита, или когда отопительный щиток массой более 200 кирпичей расположен на фундаменте стены дома и так далее. Второе. Размер кирпичной печи для отопления дома. Принято считать, что теплоотдача поверхности печи и отопительного щитка грубы равна примерно 500 Вт с метра квадратного при двух топках в сутки. Если нужно топить один раз в сутки, то примерно 300 Вт с метра квадратного. У меня печь будет отапливать две комнаты, площадью около 20 квадратных метров каждая. Примерная величина теплопотеж для каждой комнаты составит по 2000 Вт в час, или суммарно 4 кВт в час. Соответственно, в каждой из комнат площадь поверхности печи или щитка должна составлять 4 метра квадратных или более. Для решения этой задачи можно сложить печь в плане примерно 4х4 кирпича высотой 2 метра и расположить ее ровно между комнатами. Но у меня уже готовый дом, фундамент для такой печи не предусмотрен. Посему принято решение в простенке между комнатами сложить отопительный щиток габаритами примерно 1,5х2,6 метра, соотносительно такой же площадью поверхности и величиной теплоотдачи. Сама печь, подсоединяемая к отопительному щитку, при этом может быть минимального размера, хоть на 50 кирпичей. Нам нужна от нее только топка, но она тоже будет отдавать тепло пропорционально площади своей поверхности. Обязательно это учитывайте. Если ваша печь или отопительный щиток сложены с толщиной стенки 12 см или более, то это толстостенные конструкции. Они способны отдавать тепло в течение 12 часов или даже более и рассчитаны примерно на 1 или 2 топки в сутки. Однако, если вы складываете отопительный щиток или грубо на ребро, то для комфортного проживания топить придется чаще. Но тут логичнее перейти к следующему пункту. Третье. Как сложить отопительный щиток на ребро или плашку? Для нашего случая получается, что если складывать отопительный щиток на ребро, то потребуется всего 450 кирпичей, а это в 1,5-2 раза меньше. И эти кирпичи должны будут нагреваться значительно больше, чтобы вместить в себя все то же количество тепла. А в нашем случае это 4 кВт умножаем на 12 часов, равно 48 кВт при топке 2 раза в сутки. Или 96 кВт, если топить планируем только 1 раз в день. И с точки зрения используемых материалов это тоже нормально. Печка сразу не рассыпется, а в быту это отразится следующим образом. Если отопительный щиток сложен в пол кирпича, то сразу после протопки его стенки будут примерно 75 градусов Цельсия. И остынут за полдня до 45 градусов Цельсия. Тут конечно все индивидуально и температура условна. А если щиток сложен на ребро, то сразу после протопки его стенки будут около 90 градусов Цельсия. В комнате при этом будет плюс 30 или даже больше. А на утро уже поверхность щитка остынет до плюс 30 градусов Цельсия. Или еще даже меньше. А в комнате может быть даже плюс 12. Следует отметить, что величина теплоотдачи зависит от разности температур между щитком и комнатным воздухом. Соответственно, вечером эта дельта будет 90-30 равно 60 градусов Цельсию. А утром 30-12 равно 18. Разница между 60 и 18 в 3,3 раза. Именно во столько раз тонкостенный отопительный щиток вечером будет отдавать больше тепла, нежели утром. Учитывайте это. А в среднем за 12 часов даже тонкостенный отопительный щиток на ребро отдаст необходимые все те же 2 кВт в час для каждой комнаты. Но так уж устроены люди, что держась за предметы, температура которых меньше, чем температура их тела, они им кажутся холодными. Хотя по факту печь будет продолжать отдавать тепло, пока температура ее поверхности не сравняется с комнатной. Еще стоит отметить, что при использовании отопительно-варочных печей температура дымовых газов, входящих в грубу, часто бывает около 400 градусов по Цельсию или еще ниже. В таких ситуациях не до жиру, и отопительный щиток, сложенный в пол кирпича, возможно и нельзя будет нормально прогреть. Если устройство отопительно-варочной печи подразумевает наличие духовки, то ситуация еще больше усугубится. А добавление в данную печь еще и котла в виде сварного теплообменника, наверняка приведет к образованию конденсата. Именно такая ситуация случилась в нашем доме на берегу реки. Только в придаче еще трехметровый боров по чердаку, но об этом отдельно. Какой режим теплоотдачи печи выбрать, дело личных предпочтений, но лично мне комфортнее проживать в доме с толстостенными печами. А если интересуют более подробные цифры, советую почитать ГОСТ 212747 или иную печную литературу. Четвертое. Отопительная кирпичная печь или отопительно-варочная. Чаще всего отличие между этими двумя конструкциями заключается только в топке печи. Для возможности приготовления перекрытия топки венчает варочная, обычно чугунная плита. А для возможности регулировки величины нагрева посуды высоту пламени часто ограничивается 50 сантиметрами, примерно 7 рядов кладки или еще меньше. Так, ограничение высоты пламени влечет за собой неполное сгорание дров и вследствие чего пособствует недополучении потенциально возможного количества теплоты из топлива, что в свою очередь ведет к снижению КПД топки и всей конструкции в целом. А еще теплоотдача чугунной варочной поверхности несколько больше кирпичной кладки. И возле такой печи готовить будет откровенно жарко. Если конструкция кирпичной печи подразумевает наличие духовки, то ситуация еще более плачевна и так далее. На практике это означает, что примерно 70%, а чаще еще больше, тепла печи остается в комнате приготовления пищи. И для равномерного отопления двух и более комнат данная конструкция откровенно малорациональна. Я живу не в юрте, а отапливать планирую более одной комнаты. В доме есть свет и газ, посему кладу именно отопительную печь, а не более универсальную и компромиссную конструкцию. Но вы решайте сами. Пятое. Оптимальный размер топочной камеры для печи. По уму нужно рассчитать необходимое количество топлива, которое при сгорании выделит требуемые 48 кВт во время протопки. И на основании этого подобрать размер топочной камеры. Но поскольку размер топки определяют габариты кирпича, то выбор размерной сетки откровенно невелик. И точные расчеты можно не выполнять. Если ваши теплопотери лежат в пределах от 3 кВт до 6 кВт и даже более, дно топочной камеры почти всегда будет сечением примерно 25 на 50 см. Это 1 на 2 кирпича. Расчетная высота закладки дров в топливнике обычно 25-35 см. Время горения 1-2 часа. А вот высоту топки нужно делать, чтобы над закладкой оставалось еще хотя бы 35 см. Тогда дрова будут сгорать в оптимальном режиме. Но не сильно страшно, если топка будет немного ниже, как в отопительно-варочном варианте. Вместо одной закладки дров, которая будет гореть 1,5 часа, вы сделаете 2 низенькие, но по 1 часу. Главное сжечь нужное количество дров с оптимальной температурой сгорания. В остальном расценивайте топочную камеру как обычную коробку, в которую через дверку загружают дрова, а через отверстие удаляют дымовые газы. Можно экспериментировать со слоем дров, с их размерами, с их укладкой, с размером колосника, с поддувальной дверкой и временем горения, а результат оценивать по цвету пламени. Оно должно быть соломенного цвета. Если пламя темнее, значит не дожгли, мало воздуха или много дров. Если пламя совсем белое, перекал. Еще можно ориентироваться по звуку, но это придет с опытом. А если вы сомневаетесь в габаритах топки, посмотрите по рядовке размеров топок, в проверенных печах нужной вам тепловой мощности и сделайте такие же. Вы увидите, что практически любая отопительная печь мощностью около 4 кВт будет иметь такую же топку. Там же найдете размер колосника и поддувальной дверцы. Они тоже стандартны. Помните, это всего лишь коробка. И да, 99% печекладов никогда не выполняют никаких расчетов. И не факт, что умеют. Стандартная топка, стандартный щиток, стандартная труба и так далее. Осталось только на стандартной высоте соединить эти стандартные элементы между собой и вести кладку с перевязкой швов. Вот и все современные печные секреты. Для справки. В нашем варианте расчетное количество топлива 16,7 кг дров. Это при их влажности 25%. Если дрова будут иметь влажность 50%, то их потребуется уже 25 кг. А свежепиленных почти 50 кг. Такая вот арифметика. И еще. В верхней части топки шамотного ядра я предусмотрел возможность установки поперечных перегородок и стального прутка или арматуры. За эти жердочки я планирую подвешивать продукты и использовать топку в качестве мини тандыра. Что из этого получится я смогу показать позже, но отмечу, что высота топки от колосника до перекрытия в моем случае составляет около 70 см. Напомню, что я строю своими руками именно отопительную печь, а не отопительную варочную, где высота топки гораздо ниже. Шестое. Параметры дымовой трубы и каналов печи. На самом деле можно не заморачиваться и исходить из размера топки, поскольку чем больше дров одновременно горит, тем больше дымовых газов выделяется. При площади топки 25 на 50 см дымовая труба почти всегда пятерик 13 на 26 см. Пятерик называется, поскольку труба данного сечения в плане выкладывается из 5 кирпичей на плашку. Соответственно, четверик это 13 на 13 см кладут из 4 кирпичей, а шестерик 26 на 26 см из 6. Опять же, не знаете сечения трубы, посмотрите по рядовке похожих по мощности печей и сделайте так же. Желательно, чтобы высота дымовой трубы от колосника или пода камеры сгорания была не менее 5 метров. Можно пробовать делать трубу и ниже, но нужно понимать, что вы делаете. В нормативных документах рекомендация по сечению дымоходов только одна. Скорость дымовых газов в трубе не должна быть менее 2 метров в секунду. Хотите рассчитать реальную скорость дымовых газов? Читайте литературу, например ГОСК 212747. И еще нужно учитывать, что скорость течения газов в дымовой трубе неравномерна. В центре трубы максимальная, возле стенок минимальная, в углах квадратных и прямоугольных дымоходов практически нулевая. Поэтому площадь сечения квадратного дымохода следует считать не как площадь квадрата, а как площадь круга, вписанного в этот квадрат. А площадь сечения прямоугольного дымохода, как площадь вписанного овала. С точки зрения гидравлики, расход дымовых газов в трубе сечением 13х13 см будет равен расходу газа в трубе диаметром 13 см при прочих равных. А переход с пятерика на круглую трубу диаметром 180 мм будет оптимальным, поскольку площадь овала, вписанного в пятерик, примерно равна площади круга именно диаметром 180 мм. Сечение дымовых каналов можно делать таким же, как и сечение дымовой трубы. Это не будет ошибкой. А вот суммарную длину каналов печи рекомендуют устраивать не более чем 5-6 метров. В противном случае тяги может не хватить и могут появиться проблемы с конденсатом. Кстати, некоторые печники считают, что слово тяга нельзя употреблять применительно к печи. По их мнению в печах нет тяги, а есть давление. А ведь действительно, в печи никто никого никуда не тянет. Но ведь тогда и термин давление тоже нельзя применять, ибо этот показатель относится к силе воздействия на единицу площади поверхности. Кто, куда и как давит в печи? Наверное, здесь больше подойдет термин разность давлений. Именно разность давлений в двух точках создают движение жидкости или газов от одной точки к другой. И именно это движение газов и принято называть в печах тягой. Прошу прощения за лирическое отступление. Продолжим. Не лишним будет упомянуть, что во время прохождения по каналам и дымоходам дымовые газы остывают с плюс 700 градусов по Цельсию на выходе из топки до примерно плюс 150 градусов по Цельсию на выходе из дымовой трубы. И естественно, что при этом неизбежно меняется и плотность газов, что в свою очередь ведет к падению скорости потока при одинаково стабильном сечении канала. И чтобы скорость течения газов оставалась постоянной, нужно планомерно сужать сечение дымохода. Вроде бы все так, но в течение прогревания кирпичного массива печи скорость дымовых газов не сможет оставаться константой, поскольку постоянно меняется сопротивление системы. На протяжении всего времени топки скорость в конкретном канале будет очень сильно меняться каждую минуту. И как только температурный градиент стабилизируется, мы сразу прекращаем топку, ибо массив печи уже наберет необходимое количество тепла. В общем, концепция работоспособна, но это не панацея, и она лучше себя проявит в системах с непрерывным, круглосуточным, сгоранием топлива и неизменяемой температурой дымоходов. У нас иной случай. Седьмое. Подовая или колосниковая отопительная печь. КПД кирпичной печи. Основная задача кирпичной отопительной печи состоит в том, чтобы из определенного количества топлива выделить максимальное количество тепла и перенести его в теплокумулятор, которым чаще всего выступает массив кирпича. Вторая задача отопительной печи отдать накопленное количество тепла в течение некоторого расчетного периода, например за 12 часов. Затем снова топим и все повторяется. Сам процесс горения дров в топке это химическая реакция, и для получения максимального количества тепла из топлива нужно всегда подбирать оптимальное количество воздуха. Факторов влияющих на нужное количество воздуха в топке множество. Количество дров, влажность дров, порода дров, как уложены дрова и так далее. Даже климат и метеоусловия тоже заставляют нормировать расход воздуха для получения максимальной теплоты сгорания топлива, как в подовой, так и в колосниковой печах. Так что теоретически максимального параметра КПД можно добиться в топке любого типа, только бы умений хватило. Стоит отметить, что в последнее время большую популярность набирают подовые печи, вернее подовый тип сгорания топлива. При таком режиме дрова или угли сгорают намного дольше и для тонкостенных или металлических печей с малой теплоемкостью это возможно и более правильно, поскольку растягивается как период самой топки, так и время остывания печи. Я сейчас не говорю о теплотворной способности топлива, а только про более равномерный и комфортный период теплоотдачи. Опять же, с точки зрения величины КПД в обоих вариантах исполнения печей разницы нет абсолютно никакой, но колосниковая конструкция позволяет получить больше кислорода во время топки, а подовая конструкция обычно испытывает его нехватку и вследствие чего ограничивается менее интенсивным режимом сгорания топлива. Еще в колосниковых печах можно также получить и режим подового горения, а построение заведомо подовой печи лишает пользователя выводить печь на более интенсивный режим горения. Исключением можно назвать классические конструкции русских печей. Эти устройства позволяют пропускать максимальное количество воздуха в горнила печи и по этому параметру они не уступают колосниковому. Идем дальше. Допустим, нам удалось вывести КПД топки на уровень 95%, но следом появляется еще одна задача. Дымовые газы, проходя через дымовые каналы, отдают основную часть тепла, а остаток выбрасывают через трубу в небо. КПД дымовых каналов печи это отношение поглощенного тепла массивом печи к максимальному количеству тепла, которое выработано в процессе сгорания топлива. Например, если сгоревшие дрова выделили 100 кВт тепла, печь саккумулировала 80 кВт, а в трубу вылетело 20 кВт, значит КПД дымовых каналов 80%. Так что, чем больше тепла вылетает в трубу, тем меньше его остается в печи и наоборот. Теперь перейдем к частностям. В топке отопительной печи сгорают дрова и образуются дымовые газы с температурой примерно плюс 700 градусов по Цельсию. Далее газы проходят через каналы и дымоходы, отдают основную часть тепла, остывают до температуры около плюс 120 градусов по Цельсию и вылетают в небо. Дело в том, что в дымовых газах всегда содержится определенное количество влаги. И чем больше температура дымовых газов, тем больше влаги они смогут удерживать без угрозы появления конденсации при определенном давлении. Бывает, что проходя по каналам, дымовые газы остывают до некой степени и наступает момент, когда газы не могут больше удерживать данное количество влаги и она конденсируется прямо на стенках печи. Это так называемая точка росы. Поговаривают, что в кирпичных печах это примерно плюс 120 градусов по Цельсию. Это все означает, что какие бы эффективные печи вы не изобретали, проблема роста КПД упирается в минимально допустимую температуру выходящих газов. И повысить КПД печи можно, например, сократив влагосодержание этих самых дымовых газов и понизить таким образом их температуру выброса в небо до условного порога образования конденсата. В свою очередь влага в дымовые газы поступает из влажного приточного воздуха и не очень сухого топлива. Поэтому лучше использовать максимально сухие дрова, а еще лучше уголь. Еще можно попытаться принудительно увеличить давление и скорость потока дымовых газов в каналах за счет вентилятора, как это реализовано в турбированных газовых котлах. Все эти манипуляции тоже позволят перенести точку росы и увеличить КПД каналов, но в кирпичных печах это не принято. Может и зря. А реальный КПД отопительной печи будет произведением КПД топки на КПД дымовых каналов. В нашем примере это 0,95 умножим на 0,8 равняется 0,76 или 76%. КПД дровяной печи на уровне 75% это норма, 80% это отличный результат. Но есть одно существенное но. КПД кирпичной печи нестабилен и сильно зависим от температуры дымовых каналов. По мере прогревания печи тяга в дымоходе улучшается. Температура выходящих на улицу дымовых газов постоянно растет, а КПД при этом неуклонно падает. Очень часто холодная печь лишена достаточной для нормальной работы тяги именно по этой причине. И по всем расчетам в такой печи просто обязан образовываться конденсат. А растопить такую печь бывает весьма сложно. В таких случаях открывают задвижку прямого или летнего хода. Дымовые газы намеренно напрямую пускать в дымоход в обход дымооборотов. Вследствие этого значительно уменьшается динамическое сопротивление дымоходов, но и тепловосприятие нагретой поверхности тоже уменьшается. Неизбежно падает и КПД, но главное что появляется тяга. Температура дымовых газов вырастает, а риск образования конденсата в печи нивелируется. Вот именно для этого и устраивают эту самую задвижку. И это наверное хорошо. Через несколько минут такую задвижку закрывают и топят уже через слегка прогретые каналы. Но если ваша еще не высохшая новая свежесложенная печь с самой первой топки имеет хорошую тягу через дымообороты, то это первый признак низкого КПД конструкции. А когда печь высохнет, то ее КПД станет еще меньшим. Тяга будет сумасшедшей и при колпаковой конструкции отопительной печи задвижки можно будет вообще не трогать, а верхнюю даже вынуть. Имейте ввиду, что во время топки по мере прогревания массива отопительной печи уровень ее КПД всегда будет неотвратимо падать. А когда величина КПД наконец-то стабилизируется и перестанет снижаться, то это значит, что и топить уже не нужно, ибо массив кирпичной печи прогрелся и набрал в себя нужные киловатты. А теперь все то же самое, но двумя словами. КПД отопительной кирпичной печи – это показатель в конкретный момент времени при строго определенных параметрах. Будьте уверены, что уже через минуту он будет абсолютно иным. И насколько процентов параметр величины КПД изменяется в течение одной топки, вам никто не скажет. А если и скажут, то данные суждения в более чем 99% случаев окажутся ошибочны. Даже две кирпичные печи одинаковой конструкции, сложенные одним печником, будут обязательно иметь абсолютно разные показатели КПД. Парадокс, но швабровка каналов и чистая, ровненькая, аккуратная внутренняя кладка печи всегда только снижает КПД кирпичной конструкции. Поэтому, если повезет, то КПД вашей печи будет выше, чем у соседа. Но это всего лишь субъективный, скорее религиозный параметр, который на практике никто никогда не измеряет. Восьмое. Колпаковая или канальная печь. Для начала давайте представим, сколько тепла отдают дымовые газы в массив печи перед тем, как улетучится. Принято округленно считать, что топливная камера воспринимает тепло с интенсивностью 7 кВт с метра квадратного в час. Каждый последующий канал примерно на 25% меньше. Нужно отметить, что именно неравномерность прогрева системы с вертикальными каналами или колодцами и вменяют как основную вину данному типу конструкции газоходов. Такие печи и отопительные щитки часто трещат. Еще, конечно, есть ограничения по длине этих каналов, но для малых сельских домов этого раньше всегда хватало. Допустим, у нас был бы классический 5-канальный 4-х оборотный или сколько там щиток. Оборот это когда направление движения газов оборачивается в противоположную сторону. Пускай мы имеем площадь поверхности топки 1 квадратный метр. И далее 5 вертикальных каналов с площадью поверхности внутренних стен каждого по 1 квадратному метру. Следовательно, топка в себя заберет 7 кВт тепла. Первый канал меньше на 25%, это 5,25 кВт. Второй канал еще меньше 3,9 кВт. Третий канал 2,95 кВт. Четвертый канал 2,2 кВт. И пятый 1,66 кВт. Итого, суммарно почти 23 кВт из 26 кВт, которые за час выдадут наши дрова. А это примерно 17 кг. Если они будут сухими и будут правильно гореть с нужной температурой. Часто бывает, когда даже прогретая многооборотная печь не работает должным образом. И что же тогда делать? Например, можно оставить первый и пятый канал подъемными, а второй, третий и четвертый каналы сделать параллельными и опускными. При этом первый канал также останется самым горячим, пятый самым холодным, а температура во втором, третьем и четвертым каналам будет почти одинаковой. Сопротивление печи уменьшится, тяга однозначно вырастет. Вот так незаметно из пятиканальной четырехоборотной системы мы получили комбинированную пятиканальную, но уже двухоборотную. При этом прогрев средней части щитка стал более равномерным, а сопротивление движению газов снизилось, то благотворно сказалось на тяге системы. Хоть и за счет снижения КПД, но ведь иначе же никак, при такой модернизированной схеме более равномерно прогревается перекрыша грубы или отопительного щитка. Но по-прежнему сверху чересчур горячо, внизу относительно холодно и многие это не любят. Тогда как в классическом варианте пятиканальной системы слева горячо, справа холодно или наоборот, тут кому что нравится. Хорошо, а что будет если вообще объединить первый, второй, третий и четвертый каналы в один большой путем удаления стенок между ними? С точки зрения работы печи изменений не будет от слова совсем, а с точки зрения движения дымовых газов мы уже получим колпаковую систему. Она абсолютно не хуже предыдущей комбинированной, прогрев станет еще более равномерней. Но главное, что это решение позволяет строить щитки любой ширины под заданные параметры отопления дома, с гораздо меньшим гидравлическим сопротивлением. Просто колпак делаете соответствующей ширины и все. И хоть данная схема по прогреву почти идентично комбинированной с параллельными опускными каналами, скептики все равно утверждают, что верх колпаковой печи чрезмерно перегрет, ее низ очень холодный, а в канальной печи подобных проблем нет. Мы оставим рациональность данных суждений на совести их авторов. Но даже для таких товарищей с прецизионными требованиями давно придумали использовать двухколпаковую систему движения газов с верхним и нижним колпаками. Или же сначала можно увести дымовые газы из топки в нижний горизонтальный канал, а уже затем в колпак. Но это уже совершенно отдельная тема. И обязательно следует отметить, что если в конце топки вы забудете закрыть верхнюю задвижку, то колпаковая конструкция печи позволит дольше сохранять тепло в массиве. А в канальном типе даже толстостенный отопительный щиток или печь остынут через дымовую трубу относительно быстро. Девятое. Устройство котла в печи. Ранее мы говорили о важности оптимальной температуры сгорания топлива. Инженеры давно пришли к выводу, что для хорошей дровяной печи температура горения дров не должна опускаться ниже, чем плюс 700 градусов по Цельсию. А что произойдет, если в топку поместить сварной теплообменник, циркулирующий в нем водой? Само собой, что теплообменник будет поглощать часть тепла и температура сгорания дров в топливнике будет происходить уже примерно при плюс 400 градусах по Цельсию. Стало быть, дрова не будут сгорать при оптимальной температуре и мы получим меньше тепла при сгорании топлива. При такой схеме КПД топливника может упасть даже на 50%. Чтобы этого избежать, гораздо продуктивнее будет позволить дровам сгореть в топливнике при оптимальной температуре, а сам теплообменник или котел встроить в один из каналов или колпаков печи. Только нужно учесть, что теплодача котла несколько снизится, поскольку его металлические стенки в канале или колпаке будут омываться газами с меньшей температурой, нежели в топливнике. Поэтому площадь теплообменника должна быть увеличена на соответствующую величину, а в остальном одни плюсы, если только габариты печи вам это позволяют. Ну и не следует забывать, что температура дымовых газов после омовения стенок теплообменника сильно снижается и есть риск выпадения конденсата в канале после встроенного котла. Советую определиться еще до этапа строения печи, как вы будете решать потребность с отоплением или дымообороты или водяной теплообменник. Довольно распространенная проблема, когда по желанию заказчика ему встраивают котел в рабочую существующую печь. Печник уходит, а информация о том, что температура отходящих газов радикально снизилась и в дымоходе регулярно выпадает конденсат, может стать неприятной новостью даже через несколько лет, хотя обычно намного раньше. Нередки случаи, когда такую ситуацию уже сложно будет исправить без демонтажа всей печи. Так что думайте. 10. Обязательно ли шамотное ядро? Возможно ли перевязка шамотного и красного кирпичей в кладке? Коэффициенты температурного расширения у красного и шамотного кирпичей обычно разные. Красный при нагревании расширяется меньше, чем шамотный. Иногда эта разница очевидна и может быть даже двукратной. Но, чем выше марка красного кирпича, тем большим становится его коэффициент расширения и разница с шамотом становится менее выраженной. А бывает, что разницы и нет вовсе. Основной принцип заключается в том, что линейное расширение кирпича пропорционально разнице температур при его нагреве. Так, шамотное ядро высотой 1 метр при нагреве до 100 градусов по Цельсию может подняться всего на 1 миллиметр. А при температуре плюс 700 градусов по Цельсию оно же приподнимется уже почти на 10 миллиметров. Но даже если вы выполните футировку топки из красного кирпича, то она тоже приподнимется при нагреве. Но возможно немножко меньше, например на 8 или 9 миллиметров при температуре плюс 700 градусов Цельсия сгорания топлива. В обоих случаях футировка топки будет нагрета примерно на 700 градусов по Цельсию, а температура внешней кирпичной стенки останется в пределах 100. И именно потому, что две стенки, футировка топки и внешняя поверхность печи нагреты до разных температур, они приподнимутся на разную величину. И само собой, что если их перевязать, то кладка в этом месте во время топки обязательно лопнет. По этой же причине печи трещат даже если они всего лишь неравномерно прогреваются. Например каналы в многооборотных отопительных щитках. Это еще один плюс в пользу колпаковых печей. Все это значит, что совершенно не важно каким кирпичом вы футируете топку, гораздо важнее не перевязывать футировку топливника с другими элементами кладки. Отсюда правило. Всегда оставляйте зазоры между футировкой топливника и облицовкой печи для возможных тепловых подвижек. Но если вы перевяжете красный и шамотный кирпичи в условиях их одинакового нагрева, например до плюс 100 градусов по Цельсию, то и линейное расширение на 1 метр кладки составит всего 1 мм для шамота и 0,8 мм примерно для красного. Такую трещину даже разглядеть бывает сложно, если она вдруг и появится. А если это перевязка в условиях всего одного ряда, то и разница расширений сократится пропорционально высоте кладки и в буквальном смысле будет составлять микроны. Тут гораздо важнее вопрос, какой раствор вы будете использовать при перевязке. Для красного кирпича или для шамота? Именно раствор скорее и треснет. Поэтому кладите печь с умом и не искушайте судьбу. 11. Нужен ли боров на чердаке дома? Глядя на размещение кирпичных дымоходов посередине кровельного конька старых и не очень домов, сразу понимаешь силу высказываний Козьмы Петровича Пруткова. Ничто не радует глаз так, как симметрия. Ради такой картины приходилось на чердаке дома устраивать горизонтальный дымовой канал, именуемый Боров или Кабан, чтобы дымоход был строго по осям дома. Конечно, отдельная коренная труба позволяла более равномерно распределять точечную нагрузку от кирпича и противостоять ветровому опрокидыванию тяги, но не думаю, что только это двигало мышлением печников. Добавьте сюда дефицит строительных материалов. Помните, мы говорили, что для наличия достаточной тяги длина дымовых каналов не должна превышать 5-6 метров? А теперь представьте, что половина этой длины Боров. Учитывая, что температура дымовых газов в Борове меньше, чем в дымооборотах, легко предположить, что именно Боров часто будет источником конденсата. И даже если представить, что тяга в дымоходах избыточна и наличие Борова не повлияло на работу конкретной печи, все равно непонятно, почему бы не расположить этот дополнительный канал внутри дома, а не греть чердак. Наверное, все-таки распределение нагрузки. Или нет? Кто чего думает? Как бы то ни было, но во все времена Боров для улучшения показателей работы кирпичной печи не был нужен вовсе. Единственный и очень весомый плюс его наличия это ремонтопригодность печи, поскольку можно отдельно заменить печь, не разбирая трубу и наоборот, что я собственно и выполнял. Ну а теперь немного о отопительной печи, которую я складывал своими руками. Порядовку прилагаю, ее создал постфактум, срисовываясь реально получившейся конструкцией специально для этого видео. Саму отопительную кирпичную печь клал без проекта и подгонял под существующие параметры в доме. Если вы заметили расхождение вкладки печи с картинками борядовок, то это связано с местными помехами и наличием печного литья при кладке. И на конструктивную работу печи они не влияют. И если что, я не печник и подобные работы выполняю впервые. Итак, печь кирпичная, отопительная, подключенная к существующим борову и кирпичной трубе. Отопительный щиток двухколпаковый, с задвижкой прямого хода, сложенный в пол кирпича, то есть толстостенный. Кирпич витебский М200 600 штук. Топка печи футерована шамотным кирпичом ША5, сложенным на ребро 56 штук. Кладка велась на готовые смеси по инструкции. 8 мешков для красного кирпича по 25 кг. Речной мытый песок менее 100 кг. Мертель для шамотного кирпича примерно 5 кг. Дверка топочная, в данном случае каминная, со стеклом 400 на 400 мм 1 штука. Дверка поддувальная 265 на 165 мм 1 штука. Дверка прочесная 170 на 170 мм 2 штуки. Задвижка дымохода 300 на 160 мм 2 штуки. Колосниковая решетка 300 на 200 мм 1 штука. Старной уголок 50 на 50 мм с толщиной полки 5 мм, но можно и попроще 2 метра погонных. Еще использовался базальтовый картон толщиной 5 мм. После возведения кирпичного массива печь отдавала влагу в помещение отдыхая еще месяц, а затем несколько дней топилась мелкими закладками дров по 1-2 топки в день до полного высыхания. И только после этого печь можно полноценно использовать. Благодарю за внимание.